Всем привет! Вы на канале Айс. Сегодня я расскажу о жизни Андрея Борисова до того, как он стал известен. А если тебе понравится мой видос, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Андрей Борисов родился и учился в Москве. Там же он и закончил среднюю школу. Во время учебы активно участвовал в школьных театральных постановках. В компании друзей всегда был заводилой. Закончил в гиг имени Герасимова. В 2016 году впервые попробовал себя в роли сценариста и режиссера, создав короткий юмористический видеоролик. Первое видео, выложенное в инстаграм, набрало 100 тысяч просмотров за день. Наполняя свой аккаунт оригинальным контентом, Ганн13 приобрел тысячи подписчиков. На сегодняшний день их около 5 миллионов. О семье Андрея известно мало, но известно, что мама воспитывала мальчика одна. Родители мальчика не были официально женаты. В одном из интервью Вайнер упомянул, что он внебрачный ребенок. Его отец был довольно известным советским клоуном, который уже ушел из жизни. Андрей чувствует непрерывную связь с отцом и продолжает его дело. Также у Борисова есть брат Василий, который намного старше его. Андрей с мамой живут на съемной квартире, которую он превратил в студию для съемки видеороликов. Даже сейчас, обретя популярность, он не хочет поменять жилье на более качественное. Ганн13 боится потерять связь с народом, ведь популярность его видеороликам дает жизненность. Мама всегда с пониманием относилась к увлечениям сына. Она говорила ему, что пока она работает и тянет семью, он должен искать себя. Также хочется сказать, что у Андрея есть девушка Женя, который занимается всеми организационными проблемами. Актер понимает, что сегодняшняя популярность может закончиться в любой момент, поэтому он не пытается заболеть звездной болезнью. Также хочется сказать про Лилию Абрамову. Он встретил ее на просторах интернета в 2017 году. Он не представляет, где бы он смог познакомиться с ней, если бы не Инстаграм. Вайнер считает, что каждый человек имеет право на личную позицию и не нужно его переубеждать. В своих видео актеры также стараются не затрагивать религиозные и политические темы. С каждым днем популярность и количество подписчиков растет. Остается только пожелать актеру оставаться собой и осуществить задуманное. Ну вот такая история о жизни Андрея у меня получилась. Если тебе понравился мой видос, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok